Его называют звучащей эмблемой вооруженных силы Российской Федерации. Он вдохновлял и до сих пор вдохновляет воинов на победу. В день проведения Парада памяти в Самаре, как и в 1941 году, вновь звучит музыка в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, одного из самых известных оркестров мира. В годы войны он назывался образцовым оркестром комиссариата обороны СССР. Музыканты прибыли в военный Куйбышев 17 октября, разместились прямо на вокзале и ежедневно готовились к параду, который прошел 7 ноября на площади Куйбышева. Во главе оркестра тогда стоял его создатель, генерал-майор Семен Чернецкий. Пожалуй, самый прославленный военный оркестр в мире. Оркестр, которому гордится вся наша страна. Оркестр, который очень непростые, героические и трагические времена для нашей страны вдохновлял весь народ, наших воинов на новые победы. И сегодня оркестр здесь. Сегодня, в день, когда мы вновь, следуя традиции Самарской земли, провели парад памяти. Мы чтим традиции. Мы храним верность нашей Родине. Мы храним в своих сердцах благодарность защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны, героям защитникам нашего Отечества современности. По словам организаторов, парада памяти услышать марш и в исполнении военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации для самарцев – большая удача. Гастроли коллектива расписаны на годы вперед. Это лучший коллектив мира. Это оркестр, который действительно является славой для всех вооруженных сил страны. И мы рады, что сегодня они с нами. 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева в парадном строю стояли части Красной Армии, 65-й и 239-й стрелковых дивизий, моряки Краснознаменной Амурской флотилии. На площади войска на трибуне первые люди страны, представители иностранных дипломатических корпусов, военных миссий, атташе, зарубежные корреспонденты. Принимал парад маршал Советского Союза Климент Ворошилов. От руководства страны на трибуне присутствовал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Свыше 25 тысяч бойцов в строю, почти 180 тысяч гражданского населения. Мощнейшая техника в небе, единственный за всю историю войны воздушный парад, демонстрация трудящихся. Все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находившихся в запасной столице. Как сегодня сказал губернатор, это очень был важный такой переломный момент, когда весь мир практически, потому что были военные атташе разных стран, увидели, как бы тяжело русскому народу не было, резервы у нас всегда еще есть, никогда мы никому не проигрывали. И кто на нашу землю с мечом придет, тот, отмечая, погибнет. Помимо военных маршей, в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в день проведения Парада памяти со сцены звучали песни военных лет в исполнении солистов Самарского театра оперы и балета. Виктория Шара и Константин Головин. События.